Улица Гоголя, 14, в поселке Загорянске теперь может похвастаться новым полем для мини-футбола и беговой дорожкой. Инициаторами создания данного спортивного объекта выступили сами жители, а администрация, в свою очередь, их идею поддержала и реализовала. Наши пожилые жители изъявили, так скажем, желание, вышли с инициативой сделать для них какую-то беговую дорожку, чтобы им было удобно заниматься скандинавской ходьбой. Я пообещал им сделать эту дорожку, добавили в сметы работы, и вот, пожалуйста, вы видите прекрасную дорожку с резиновым покрытием. Для нас очень важно, именно для ходоков с палками, по какому покрытию мы тренируемся. То есть в основном это, конечно, естественное грунтовое покрытие, но в период весны и осени оно размывается, становится слякотно, грязно, скользко и это, соответственно, травмоопасно. Резиновое покрытие беговой дорожки не только абсолютно безопасно, но и при бережном обращении прослужит не один год. Стоит отметить, что рядом с новой спортивной площадкой располагаются две школы, а значит, она будет пользоваться популярностью и у подрастающего поколения. А на улице Валентиновской началось благоустройство Аллеи Славы. Здесь уже появились асфальтированные дорожки, фонари и лавочки, а совсем скоро будет установлена стелла, посвященная жителям, участвовавшим в военных действиях. Наконец-то, свершилось, я думаю, к 75-летию Победы, у нас все-таки будет уголок, где мы можем почтить память, собраться, побеседовать, собрать ветеранов. Когда здесь доведется полностью порядок, здесь будет прекрасная зона отдыха, но главное, что мы говорим, все-таки патриотическая цель. Все работы по благоустройству Аллеи Славы планируется завершить к весне 2020 года. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.